Да, слышно? Да Да Слышно Нормально? Афин Ооо, мы микрофон тут заставили Сон Ооо, это супер сон Это, наверное, у тебя только чуть-чуть борода помешала Я только чуть-чуть борода помешала Борода? Да Ты прямо на Маджахе похож На Маджахе это на похож А? Это внук ваш? А? Рядом с вами внук Самир, тихо Что говоришь? Рядом с вами внук Сын Сын Да Самир, скажи дяде привет Поздно родили Привет Первый Это у нас первый Первый Какой у меня впереди Ты что другая Я у дяденьки был 20 лет 20 лет Ну что, слюнословить не надо Это где? Это уже первый Последний Это уже первый Последний 6 6 из 30 Слышат Слышь А у тебя что за флаг там сзади? А у тебя что за флаг там сзади? Флаг российской федерации Я знаю Флаг РАССИЙСЬКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А что за флаг Зачем он там стоит? Эт overlook я в Бога верю я в Бога верю ясно вот нижняя полоса красная обозначает что мы вся земля пропитана кровью ага а синяя полоса а синяя полоса а синяя полоса это небо на котором нас ждет Иисус Христос а белое чтобы вы покаялись и перестали убивать вас а белое это белый престол Божий в книге Откровения говорится когда мы пристанем на суд и одни пойдут в духу вечную а другие в жизнь вечную это что ж получается единый Россия единый это по этому флагу да? Россия единый это по этому флагу да? я не знаю там в чем единство единство во Христе должно быть но вот то что ты мне сейчас объяснил это получается единство единство понимаешь? если так хорошенько ее подумать это вот смотри пропитана кровью и это все а она получается единство это значит правильно сказали единая Россия это значит правильно сказали единая Россия никогда не задумался над этим вы должны быть едины вы должны быть едины вы должны быть едины во Христе вот это ты правильно говоришь но во Христе мы едины не подожди друган едины во Христе мы уже когда только вылезли а так мы едины и в России материться не надо материться не надо я материться не хочу просто у меня для связь песнов выходит а зачем вы? да хрен его знает ну что ты друган ну ты не обижайся больше не делаешь? Самир иди мне наушники принеси давай давай а вы веруете во Христа а вы веруете во Христа я Аллаха веру я татарин я татарин я татарин я татарин ну вы придерживаетесь без этого у нас нельзя где у меня тумбочка тумбочка да без этого у нас нельзя без этого у нас нельзя Мы по пятницам Мы по пятницам А мы в субботу вечернее у нас и воскресенье Это у вас, да, у вас я понимаю А у нас по пятницам У нас в пятницах это Ёма называется Ёма Вот сегодня был Ёма, Атюль А, не сегодня, а вчера был Что такое Ёма? Ёма, это, ну, как Я даже не могу тебе сказать Но это пятница, это Ёма Это святой день А у нас в пятницу постный день Ну я знаю, да, у вас так В пятницу Христа распяли И мы в этот день постимся Скорбим А в среду Его предал Иуда А в воскресенье мы у нас У нас праздник Мы верим, что Христос воскрес Да у нас не так, у нас, видишь, мы А так у нас каждый день ходят Наш Бог нас любит А так у нас каждый день ходят Он за наши грехи умер Зай, зай, иди, пожалуйста, в машине в бардачке Принеси мне, пожалуйста, пачку сигарет А Библию вы читали? И у нас не Библия, а у нас Коран И у нас не Библия, а у нас Коран Понятно А Библию вы не читали Ни раз, никогда А вообще ты в этом, как тебе сказать Благоуслужение ты хорошо соображаешь? Благоуслужение ты хорошо соображаешь? Да Но дело в том, что Библия, Библия, короче, переписана от Корана Нет, я не заблуждаюсь Дело в том, что, смотри Мусульманская вера, Коран Она, короче, очень, очень старинная, очень древняя А русские, русские, русская крестьянская вера, крестьянская вера Она, короче, русские, они были первоидолопоклонниками Вот, а потом они приняли русскую веру Русскую веру приняли, почему? Они хотели принять татарскую веру, мусульманскую веру Но их не приняли только по той причине, что это Мусульманы, короче, это, ну, свинью не кушают Они приняли, короче, веру русскую Если ты хорошенько все это, хорошо, глубоко залезешь И ты убедишься, что мусульманская вера, она намного старая И Библия написана от Корана Я тебе честно говорю, я тебе честно говорю, врать не буду, я не знаю, но Я тебе честно говорю, я тебе честно говорю, врать не буду Подожди, сами Вот, а я вам скажу, а я знаю Коран написан был в шестом веке Я не знаю, подожди, я не знаю, в каком году, но я знаю точно На две-три столетия намного раньше На две-три столетия намного раньше Нет, вас обманули Новый Завет был в первом веке написан А Коран шестом Как же ты можешь так Нет, нет Ладно, давай, давай, давай не будем об этом Точно, вы говорите Все равно мы далеки от этого Как машина закрыта, а ключ Ладно, сами А вот в Коране написано, вы читали Коран, там Иса И написано, горе будет вам Как, как написано там Читали такое? Как, как написано там? Горе вам, нам, если нас будет судить Иса Иса Иисус Нет, Коран я считал Поверь мне, Друган, Коран я практически знаю наизусть, там таких слов нет Поверь мне, Друган, Коран я практически знаю наизусть, там таких слов нет А вы наизусть его на каком языке? На русском знаете или на арабском? Да На татарском На татарском? Ну я не знаю, как по татарскому Нет, ну короче, короче, его считают на арабском языке Нет, ну короче, короче, его считают на арабском языке Да, у нас ущет этому с детства, у нас нет Христос Воскрес, у нас нет такого, чтобы Христос Воскрес. Это только у русских Христос Воскрес. Эльвира, у нас же нет татар вообще Христос Воскрес. Это только у русских. А у Вас есть в воскресении мертвых учение, что мертвые воскресают? По вашему учению все умрут и дальше. А у них нет, он же русский, христианский, у них нет. Это жертвоприношение, у них нет. У Вас есть жертвоприношение? Курбан Байрам есть? Ну я и говорю. У Вас здесь жертвоприношение? Нет. У нас жертва Христос, сам Бог жертва. У нас в каждом году к баранам привозят жертвоприношение. Ну и я не знаю, но жертвоприношение у нас в каждом году. Ну и я не знаю, но жертвоприношение у нас в каждом году. Если ты хорошо мыслишь курение, или пить водку, или что-то, это человеческая прихоть. Как она может быть грехом? Когда, например, Коран писали, они даже не знали о том, что есть такой курить. Как она может читаться грехом, когда об этом даже существование не знали? Как она может читаться грехом? Это же люди придумали курение, это люди придумали водку, это все. А когда Коран писали, люди только пили вино, это даже не вино, а у нас, как называется, квас. Квас, который делали сами вино, вот это из винограда, из курения. Но так как у нас винограда нет, у нас по-другому делали, но вино делали. Вино делали, люди как только образовались, как только начали понимать, и они уже делали одурманивающие, блять, вот эти короче вещества. Но как она можно назвать грехом, когда люди об этом не знали об этом? И курение, или водку пить, вот, это человеческий прихоть, она не может быть грехом. Ну а вот про шайтанию кровь говорят, что вот водка это кровь шайтана, ее пить нельзя. Есть такое... Поверь мне, поверь мне, это люди создали, люди говорят об этом только для того, чтобы выгоду себе сделать. Она не может быть ни шайтана, ничего. Шайтан, это что такое шайтан? По-нашему шайтан, это паук. Ну а дьявол как у вас называется? Противник Божий? Сатана? Есть у вас такое понятие-то? Да, у нас тут есть это. Жаханнек называется. Ну а после смерти у вас в рай идут и в ад идут, да люди? Ну я не знаю. Я тебе одно скажу. Ну вы думаете, вы в рай попадете или в ад? Я думаю, я не знаю, я очень далеко мыслящий человек и я наверное, может ты со мной не согласишься, но я наверное думаю так. Рай и ад не существуют. Это в Коране написано так. В Коране так не написано. В Коране написано, что там в рай или что. Но дело в том, что... Вот смотри. Вот смотри. Я не глупый человек, я просто тебе скажу. Вот смотри. Откуда взялся человек? Бог сотворил. Бог сотворил микроб. И все люди, и все животные, и все живность, которая есть на земле, она из микробов. Люди впервые были на воде, а потом они только вышли. Поэтому все, что вот это Коран, все что это все, понимаешь? Может быть, она конечно, ты может и прав. Может и есть Всевышний, который... Но я думаю, это просто сила. Сила, которую мы не видим и не ведаем. Все. Вот смотри. В каждом году, в каждом году, в каждом году, сколько мир существует, в каждом году ученые выявляют новых насекомых и новых животных. Откуда они появляются? Я извините, вас перебью. А у вас сейчас какой год по календарю? Как? 19-й год. 2019-й. 2019-й? А по календарю 3 года назад. Календарю 3 года назад. А исчисление от какого периода идет? Да я не... 2019-й год? Я не знаю. От Рождества Христова? Нет, нет, я не знаю. Я это точно не знаю. Я столько глубоко не лазил и не знаю. Сейчас 2019-й год от Рождества Христова идет. Да. Почему-то у Нового Мусульма 2019-й и у нас 2019-й. И почему от Рождества Христова не от Рождества Магомета? Интересно. А у нас от Рождества Христова не идет. Мы от Рождества Христова не идем. Но у вас в паспорте ваша национальность татарин и там дата рождения 2019-й. А вероисповедание у вас не пишется в паспорте? Нет. Дело в том, что смотри, паспорт... Почему у мусульман дата рождения стоит от Рождества Христова? Нет, подожди. Паспорт это придумано Россией. Понимаешь? И в паспорте всегда напишут то, что государству удобно. Но у нас, например, все праздники, все обряды идут по-другому начисления календаря. То есть праздники по одному календарю, а в паспорте по-другому? Да, 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 да. Паспорт это для государства. Это для того, чтобы выявлять твою личность, кто ты такой есть. А все праздники, все обряды, все. Она идет по мусульманскому, она отдельно идет. Ну а почему у вас у мусульман дата рождения от Рождества Христова стоит, а не от Рождества Христова? Но это же для государства выгодно, потому что если сейчас сделают, например... Да ему государству какая разница? Но если сделают по-другому, будет тиш-миш-куряга вообще, блядь. И причем во всем мире так? А? А? Причем во всем мире от Рождества Христова исчисление идет. Ну, это же во всем мире так идет же. Во всем мире так идет. Не только в России. Именно от Рождества Христова. Значит, Христос, Бог... Я не знаю... Я не знаю... Истинно... Нет, нет, нет... Задумайтесь... Христос... Я скажу тебе одно... Он воскрес и умер за грехи наши и ждет нас на небесах. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Начните Евангелие читать. Ну, я не знаю... Мы мыкаемся в Аллаху. Мы мыкаемся не в Евангелие, не в Христове. Ну, а что толку? Ну, принесли вы его в барана. Дальше опять продолжаете грешить. Потом на следующий год опять барана. Опять грешите. Почему ты так думаешь, что мы грешим? Мы вообще-то не грешно живем. У меня... У меня... Ну, шука. У меня... Ну, я считаю, что... Убийство это же грех. Убийство является грехом. Убийство является грехом. Убийство является грехом. Ведь курение убивает на пачке написано. Ну, дело в том, что курение это уже... Извини меня. Курение это уже... Просто... Ну, как тебе сказать? Ну, оно же сокращает жизнь вашу? Да. Сокращаете нам... Намного. Если вам... Да. Если вам Бог отмерил сто лет жизни, а вы раз... Выбрали... А я не хочу сто. Я буду курить, проживу восемьдесят. А вообще... А вообще... Человек сколько должен жить? А вообще... Человек сколько должен жить? А сколько Бог дал человеку жить? В Библии написано лет человеческих семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят. А сердце человека на сколько рассчитано? А сердце человека на сколько рассчитано? Я знаю, что первые люди жили и по девятьсот лет, и по восемьсот лет, так в Библии написано. У них здоровье было, наверное, крепче. Грехопадение было не такое слишком сильно. Они тогда не курили, водку не пили. Не так были греховные. Сейчас смотришь... У меня отец пятьдесят пять лет и умер от рака. А сколько лет? Мне уже пятьдесят три. Мне уже пятьдесят три. Да. Пятьдесят три... Постарше меня... Ну вот смотри... И у вас в пятьдесят три года... В пятьдесят лет первое... Ну да, я двадцать лет у хозяина был. Три? Ну да, я двадцать лет у хозяина был. А что значит у хозяина? Конечно. В тюрьме сидели? Конечно. У меня жена на двадцать лет молодой. Я увер� pau'ла. У меня жена на двадцать лет мало. У меня жена на двадцать лет молодой. А у вас одна жена или две, или три, или четыреimal? Изvegen меня, в моём возрасте одного хватает. Изvegen меня в моём возрасте одного хватает. Пять. до 5 можно нет я слышал 4 у вас друзья татарин я из которые по несколько жён имеют на могу к этому относитесь у нас это грехов считается как тебе сказать друзья но я конечно я понимаю но вот ты сам просто вот просто хорошенько подумать откуда со взялся слова грех но есть такое понятие совесть это тот участок души через которое слышится голос божий голос говорит нельзя убивать нельзя женам изменять нельзя мужьям изменять ладно хорошо я я тебя очень хорошо понимаю вот смотри ты говоришь ему это говорит нельзя убивать да ладно я понимаю все нельзя убивать все это грех хрен с ним убьешь ты попадешь в ад ладно хорошо я все понял а теперь оглянись вокруг оглянись вокруг я понимаю что ты божественно считает всего оглянись вокруг наверное 5 процентов от 8 миллиардов 5 процентов людей которые действительно придерживают того что ты сейчас мне говоришь а 95 процентов 95 процентов 95 процентов также вот они хотя и знают например нельзя убивать нельзя делать это вот этого грех а все равно 95 процентов людей убивают соседей своих угнетают друг друга сдают все разве я не прав в этом правы в аду места много в таком случае получается таком случае получается в аду людей больше чем в раю ну ладно а теперь мне вот что скажи смотри когда когда распяли иисуса христа когда распяли иисуса христа там было два человека еще рядом с ним вот там было два человека один один покаялся один покаялся а другой короче как был дураком так и дураком остался и когда они пока когда он покаялся хотя он был отъявленным блять человеком который убивал и изнасиловал и грабил и все унистожал все короче а он покаялся и почему тогда человек который столько столько сделал грехов а иисус христос взял его себе в рай почему потому что он покаялся если бы он остался жив он больше этого не делал все это покаялся и это дело в том что она недоказуема понимаешь и это все придумано государством для того чтобы люди как раньше не были такими как я сказать замороженными и боялись бога она государством придумано для того что человек как бы он грехи не делал если он перед смертью покаяться он попадет в рай это придумано для того чтобы люди не боялись потому что это государству выгодно а если действительно люди были бы раньше вот такие же раньше люди которые были например как в деревнях которые не знали ни ничего не знали ни русского языка ничего они просто знали язык они умели разговаривать но грамоты у них не было но они были божественными людьми если они верили какому-то пеньку которому там сделали человек если он для них был богом они верили и они боялись его они были совсем другими людьми просто государство она государство это такой механизм которого практически переделать нельзя если были бы такие же люди как раньше то государство управлять ими не смог бы даже человек даже человек который даже человек который придумал деньги деньги которые человек придумал не то он придумал только для своей выгоды понимаешь на самом деле вот если подумать зачем деньги нужны зачем они нужны вообще это грех как это не грех вот если ты если ты мне сейчас говоришь как божественный человек деньги это грех деньги это зло понимаешь деньги делает все деньги убивают людей деньги делают войну деньги делают все зачем она деньги нужны смотри можно сделать например можно например сделать такое государство который можно пожертвование сделать деньгами можно пожертвовать нуждающимся деньгами какое же это зло человек нуждается он просит помощи ты дал ему денег какое это зло он от тебя отблагодарил какое это зло это богатство когда ты когда-нибудь выходил ты когда-нибудь выходил за границу других стран надение на богатство что ты слышал такое есть такой короче такой городок под названием Нараями так вот в этом Нараями живут почти что два миллиона человек и в этом Нараями нету денег и живут они извини меня припевающие там денег нет они живут только на оках они живут на оках вот смотри вот например ты строишь понял ты строишь ты пришел ко мне ты пришел я например пришел к тебе ты строишь я пришел к тебе я тебе помог я тебе уже должен потом короче она короче получается как взаимоотдача понимаешь все оки отдаются обратно но это единственная сторона в мире которые живут на оках там друг друга всегда друг другу помочь там такая же предприятие так и так же все работает так все делают все все но они друг друга если ты ты мне помог значит ты мне уже должен ты и ты должна ему помочь все понимаешь это все взаимоотдача ну а вы спрашивали топор двух разбойников который покаялся пошел в рай который не покаялся пошел в ад ну а что тут такого криминального то я не знаю но дело в том что это был человек который 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 убивал очень много людей которые людей оставляют без крови это написано для того подожди дорогой чтобы человек не отчаивался который думает что бог меня никогда не простит и поэтому я буду дальше продолжать грабить убивать и насиловать а если он прочитает и уверует что бог силен простить ему все это и он искренне кается и говорит я больше этого делать не буду прости господи и господь видит его сердце насквозь он действительно знает что он больше этого делать не будет но ведь ныне же со мной будешь мою если вы убивали человека там сделали убийство какое-то вы действительно в этом раскаются все я 20 лет отсидела больше никогда этого делать не буду господь простит вас но если вы в сердце своим намеренных господи прости меня но я призову слушать любого там замочу опять это конечно это не покаяние никакое это ложь и обман бога то не обманешь а ты слушай вас как зовут вас как зовут Сергей Серега слушай смотри я врать я не буду когда я первый раз попал каяться можно душевно понимаешь я когда первый раз попал и я когда попал туда в следственном изоляторе только был я действительно каялся я действительно говорил что я выйду и больше ничего не сделаю такое все это было душевно все но дело в том что человек попадает в волю человек попадает в волю и то что он дал слово она пропадает она забывается и ты делаешь повторно так что каяться каяться можно только перед смертью она будет душевно остальное нету а если не успеешь покаяться в ад пойдешь человек пока не покаяться он душу свою не покинет даже перед смертью даже если пули расстреляет он успевает покаяться edor не правда единственно когда он успеет покаяться единственно когда может человек не успеет внутрь избойник не успеет апок troubling человек единственно когда может не успеет это когда у него отрубают голову все остальное он всегда успевает то и отрубают голову можно сказать господи прости А почему один успел покаяться со Христом, а второй не успел? А второй не успел, а второй наоборот каял. Каял, да. Да, второй наоборот его каял. Он говорил, что ты, вот, делал людям добро, что они тебе сделали, он наоборот его каял, понимаешь, Иисуса Христа. А второй каялся. Ну, а то, что Господь его в ад первого-то отправил, это справедливо за то, что он улахавил? Знаешь, я тебе скажу одно, Серега, в ад или рай, я не знаю, что это такое, я знаю только одно. Души у нас улетят куда-то, это да, душа улетит куда-то. А мы, мы просто, люди, это просто механизм, механизм для души. Моя душа может влезть так же в собаке и будет в собаке жить. Моя душа может влезть, нет, не прав, а так есть. Душа, она может влезть в кому хочешь, нет, душа может влезть в кому хочешь и будет. Это реинкарнация, это индусы придумали, об этом даже в Коране про это не написано. Но я не знаю, я не знаю, я не буду с тобой спорить, но я знаю только одно. Душа, она короче... Песня Высоцкого, хорошую религию придумали индусы, нет. Но, а сейчас почему тогда, почему тогда сделали сейчас такие механизмы, которым можно сделать переселение души? Да нету этого, не верьте, это ложь, обман. Нет, поверь мне, я тебе не вру, я тебе говорю. Она есть, она есть. Придумали как раз государство, чтобы люди грешили, чтобы стадом этим легче было управлять. Нет, в переселении душ есть. Есть. Она в каком-то монастыре, в каком-то Китае, или кто-то не его знает, но она в переселении души есть. Это придуманное учение, ложное учение. Ну, я не знаю, Серега, я тебе скажу одно. Переселение душ есть из деревень в города, а из коровы в свинью нет и обратно в человека. но переселить можно душу твою душу переселить мне от мою тебе нет нет это обман никогда у каждого человека свое тело и своя душа и каждый будет свои грехи перед богом то что он делал живя в теле доброе либо худое есть такой обряд который переселяет чего ради он насиловал грабил убивал ты говоришь и он теперь в поросенка кого-то превратится нет он в ад пойдет чего ради то это придумали поросята как раз который по-свински живут смотрел ладно я с тобой согласен скажи слово от откуда взял откуда его взяли откуда она взяли откуда его взяли вообще откуда она кто его видел там будет плач и скрежет зубов и вечное мучение где огонь не умирает и червь не угасает и одни пойдут в муку вечную а другие жизнь это говорится только это это все только говорится на самом деле но я в это верю я в это верю моя вера мне помогает не грешить делать людям зла ваша не вере чё он вам дает кроме греха и курите сами себя убиваете зачем зачем рады радость сатане доставляет это надо этого сделать покаятесь не курите больше обретесь вы зачем важен мусульмане то там я смотрю многие когда мне будет когда мне 60 я тогда начну мечеть ходить а вы уверены что он будет я уверен мне даже 90 будет потому что я знаю себя как вы можете знать себя когда вы умрете никто не знает когда не я никто не знает хорошо вы знаете когда вы умрете назовите дату точно не знаю но знаю примерно когда не буду говорить но я знаю как а коране прочитали я знаю я знаю что вы знаете знаете знать не можете нет почему просто просто есть такая одна женщина который мне она предсказала вот вы еще в гадалки ходите но врала на вам еще и денег пониет не давал не нашла жилоха она не давал ни копейки нет ни копейки не дал я если бы ты мне ни копейки не дал попросил погода девки сказал завтра вы да нет я у нее я я у них я тебе да я у нее ничего чтобы она мне что-то расскажу самир все ты делаешь смотри ломаешь она тебе сказала что ты в 90 лет умрешь да практически всю жизнь рассказала и поверь мне ничего не ошибся есть такие гадалки с бесами общаются и без и говорят ничего там удивительного нету а я специального экстрасенсы они просто подглядывают подслушивать да я согласен с тобой я очень-очень-очень даже согласен с тобой вот эти чумаки кашпировские были это все мошенники там у них были подставные артисты которые представляли что он рода а вообще вообще любое любой болезнь лечится только не веришь самого себе есть даже есть такие даже я не знаю конечно они на самом деле есть или нет но говорят даже такое что человек который заболел раком она короче вот верю в себе она вылечивает рак нет у меня отец заболела кому верил в себя я поверил во христа я уже во мне вот видишь да шаром на шее у меня христос и забил вера я стал поститься молиться перестал курить и господь меня исцелил по вере моей так что бросай дорогой курить о том в раком заболею за 90 не доживешь на урла тебе твоя гадалка у меня я вот в 33 года заболел не врачи как ты умрешь всего продолжил курить а мне бы не было чтобы я уже с тобой не говорил точно лимфосаркома это 6 месяцев и человека нет но я скажу но я скажу тебе другое дело в том что я больше всего боюсь это старость а я а я догадываюсь почему ну давай давай скажу если если это так я скажу прям так а потому что желая для себя они для людей боишься что в старости там когда никто стакан воды не подал или черкак ты боишься что я боюсь я боюсь я боюсь я боюсь я уже ничего не смогу делать я не люблю вот ну например я например для меня например это ну как я сказать мне тяжело смотреть например который старушка идет там или дедушка идет который еле-еле двигается мне мне например мне вот не хочется этого я вот чего хочу ну и что что ты будешь еле-еле двигаться зато ты сейчас пока у тебя время ну а зачем 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 это мудрость нужно приходить за советом делиться мудростью делиться он придет тебе за советом ты ему посоветуешь ты мудрый старый человек намудренный опыт серега к вам сейчас мудрость нужен и двигаться тебе уже не обязательно он тебя напоит и накормит ты дашь ему совет как далеко друг мой ты извини кому сейчас мудрость нужен посмотри на молодых это раньше да я например дедушку бабу слушали внимательно слушал потому что они мне давали хороший совет а сейчас сейчас они блять вылазит только оттуда два-три года у них уже на руках эти планшеты телефону они только в интернете ты посмотри сейчас вот раньше ты же прекрасно знаешь вот на улице выходе толпа народов дети играют все бегать скачут кто-то там борется кто-то лапту играет все а сейчас посмотри сейчас идет город район большой например 4 там 5 это же 5 домов короче по 30 этажей выходишь а там площадка у них на площадке нет ни одного человека где они сейчас даже смотри я раньше например жил деревне я в деревне знал всех это все плоды атеизма не веря в бога опять ты серега не прав серег смотри я серега смотри ты мне вот скажи маленький такой вопрос задам почему сделали интернет и так дешево а что в этом плохого вот мы с тобой общаемся совершенно два незнакомого человека подожди мы мы могли также раньше разговаривать раньше было гпс можно было разговаривать но за одну минуту надо было платить 100 рублей а сейчас почему они так сделали она не только дешево она стала бесплатно почему кто-то из этого не пользует этого я могу о христе людям говорить кто-то серёга друга поверь мне если ты глубоко еще глубже залезешь я скажу если сейчас если сейчас отключить интернет хотя бы на полгода в мире будет хаос и будет сто процент война государство знает об этом и прекрасно и потому что смотри ты посмотри сам просто сам посмотри вот смотри вот смотри земля сгорит и небо сгорит и будет новое небо и новая земля это неизбежно скорее всего атомная война будет и будет человечество само себя погубит но ты я не знаю но я одно тебе скажу дело в том что государство это выгодно государство держит на этом смотри вот смотри раньше вот например вот например смотри да что за это государство мы государство мы люди как-то смотри это почему у вас государство вот смотри вот такой посмотри маленький вот первый раз было там например там еще при саре война была это было как она была люди 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 потому что они друг друга общались они собирались люди люди они собирались 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 какой-то не нашелся типа как ленина и еще там кого-то они собирались во и они начинали войну а сейчас сейчас этого нет потому что сейчас люди друг друга не знают соседи не знают кто соседи соседи соседнем блед подъезде живет соседнем квартире живет они не хочу чтобы больше матерились то уже просил сколько раз но не матюкайтесь вот так ну вам зачем господь дал язык то чтобы вы матерились что ли матерок от слова мать это святое мама это святое вы через слово оставляете сколько можно у меня у меня просто оттуда у меня просто оттуда за всю жизнь вы знаете хоть одного человека который за всю жизнь ни разу не сматерился есть такие да я знаю игнать и кончаловкин больше и больше никого вот батюшкой у меня сосед вот возьмите но я никогда в жизни не слышал от него даже слова не слышу зачем материться а я уже ладно давайте будем заканчивать вас уже поздно благодарю за беседу я вам хочу дать советую пока здесь греха веруйте в его а я считал карат я считал карат серега и потом читал короче вот это вот этот библию вашу она практически одинаково просто русские татарские все а ничего нет нет совершенно они один и меня имена только меня это божественная книга коран да там совершенно разные боги нет ладно давай удачи с богом